Здравствуйте! Я приглашаю на свой урок учеников восьмых классов. Сегодня мы продолжаем изучать тему химическая связь. Напомню, химическая связь это явление взаимодействия атомов. Проверьте себя. Нужно продолжить предложение. Электроотрицательность это ковалентная полярная связь это ковалентная неполярная связь это элемент имеющий самое высокое значение электроотрицательности. Обратите внимание на периодическую таблицу. Из списка нужно выписать вещества с ковалентной полярной связью. Проверяем себя. Итак, электроотрицательность это способность атома притягивает к себе электроны других атомов. Ковалентная связь образуется за счет спаривания электронов разного вида. Это ковалентная полярная связь. Связь, которая образуется за счет спаривания электронов атомов одного вида, это ковалентная неполярная связь. Фтор является самым сильным по электроотрицательности элементом. И к элементам имеющие ковалентную полярную связь относятся атомы, вещества образованные атомами разных неметаллов. HCl, H2S, SO2, O2, PCl3 и CH4. Обратите внимание на вещество О2. В отличие от других оксидов, это вещество называют фторид кислорода, потому что в данном соединении именно фторид. Фтор оттягивает на себя электронную плотность кислорода. Составить схемы образования химической связи в следующих соединениях. Проверяем ваше домашнее задание. То есть, если это молекула хлор-2, у каждого атома хлора по 7 электронов на последнем электронном уровне, при образовании молекулы образуется общая электронная пара, связь ковалентная, неполярная, так как образуется между атомами с абсолютно одинаковой электроотрицательностью. H2S. У серы на последнем электронном уровне 6 электронов, 2 пары спаренных, 2 электрона не спаренных. Соединяются с атомами водорода, у каждого из которых имеется по одному электрону. В результате образуется ковалентная полярная связь между серой и водородами. Н2. Образуется ковалентная неполярная связь. Обратите внимание, что в данном случае образуются три связи. Именно поэтому молекула азота является химически инертным веществом. И PH3 идет по этому же принципу, но образуется ковалентная полярная связь. Я надеюсь, что вы справились с домашним заданием, и мы с вами приступаем к следующей теме. Мы с вами изучаем ионную связь. Когда металлы отдают электроны, а не металлы присоединяют электроны, они уже не будут атомами, потому что атом это электрон нейтральная частица. Металл отдает электрон, превращается в заряженную частицу металл плюс n. Не металл принимает один электрон или энное количество электронов, превращается в заряженную частицу металл минус n. Заряженные частицы называются ионами. Итак, записывайте в своих тетрадях. Ионы – это частицы, получившиеся из атомов химических элементов в результате отдачи или присоединения электронов. Ионы – это частицы, получившиеся из атомов химических элементов в результате отдачи или приема электронов. Та запись, которую вы видите на экране, она как раз-таки показывает образование ионов. А что происходит, если частицы имеют противоположные заряды? Естественно, в результате этого частицы притягиваются. В результате этого притяжения возникает ионная химическая связь. То есть ионная химическая связь – это связь между положительно и отрицательно заряженными частичками ионами. Химическая связь, образующаяся между ионами, называется ионной. Ион – это частица, образующаяся из атома в результате отдачи или принятия электрона. В качестве примера здесь предлагается образование формулы хлорида-натрия, то есть у натрия на последнем электронном уровне один электрон. У хлора – 7. Натрий отдает свой электрон хлору, превращается в положительный ион. Хлор принимает отрицательный ион. Положительные отрицательные ионы соединяются между собой. Итак, записываем. Катион – это частица, отдающая электроны, или положительный ион. Анион – это отрицательный ион, образуется из частицы, которые принимают электроны. Теперь давайте с вами научимся составлять схемы образования ионной связи с помощью алгоритма для фторида кальция. Итак, первое. Нужно определить число внешних электронов у атома металла и, следовательно, заряд иона, в который он превращается в результате отдачи этих электронов. Записываем. Кальций, атом кальция, заряд 0, отдает 2 электрона на последнем электронном уровне и превращается в кальций плюс 2. Второе. Нужно определить число внешних электронов у атомов не металла и, следовательно, число недостающих до 8 электронов и, соответственно, заряд получившегося при приеме этих электронов иона. Атом фтора, ему до окончания электронного уровня не хватает одного электрона, он принимает этот электрон и превращается в анион, в тор минус. Третье. Нужно найти наименьшее общее кратное между зарядами образовавшихся ионов. В нашем случае оно равно 2. Определить число атомов металла, которое нужно взять, чтобы они отдали это наименьшее общее кратное число электронов. 1. И число атомов не металлов, чтобы они приняли это наименьшее общее кратное электронов. В нашем случае это 2. Ну и записать схему образования ионной связи. Записывается кальций 0 плюс 2 фтора 0. Образуется кальций плюс 2 и 2 аниона фтор минус. То есть образуется вещество кальций фтор 2. Обратите внимание, что ионы классифицируются по двум параметрам. Первое это по составу, бывают простые и сложные, и вы с ними будете знакомиться. И второе это по знаку заряда, то есть положительные, еще раз повторюсь, катионы, отрицательные анионы. Еще раз ионная связь. Ионная связь образуется только в сложных веществах, состоящих из металлов и неметаллов. Этот тип связи обусловлен электроотрицательностью взаимодействующих атомов, их способностью захватывать электроны. При образовании связи валентные электроны от атома с меньшей электроотрицательностью переходят к атому с большей электроотрицательностью. Как следствие образуются два противоположно заряженных иона, между которыми возникает связь за счет сил кулоновского напряжения. Для кого это будет интересно, запомните, что энергия ионной связи составляет от 300 до 1200 килоджоль на моль. И чем больше разница в электроотрицательности взаимодействующих ионов, тем выше энергия связи. Свойства ионной связи. Их всего два. Первое. Это ненаправленное. Так как электронное магнитное поле распространяется во все стороны. Ненасыщенное. Она притягивает к себе столько электронов, сколько сможет. Давайте еще раз повторим. Итак, если два одинаковых неметалла соединяются между собой, образуется связь, правильно, ковалентная и неполярная. Если два разных неметалла, образуется связь ковалентная и полярная. И если связь образуется между металлом и неметаллом, это ионная связь. Еще раз. Ионная связь это связь между ионами и образуется она между металлом и неметаллами. Частицы вещества в кристаллах расположены в строго определенном пространстве. Если соединить эти воображаемые линии, получается правильная геометрическая фигура. Называется кристаллическая решетка. Фигуры имеют очень красивое и разнообразное строение. Напомню, что все вещества, которые нам известны, они могут быть в трех агрегатных состояниях. Это газообразная, жидкая и твердая. Чем же отличаются эти вещества? В газообразном молекула находятся друг от друга очень далеко и взаимного притяжения практически между ними не существует. В жидкости молекула находится гораздо ближе. И в твердом молекула находится друг около друга очень близко, и между ними образуются определенные связи. Нас интересует как раз таки твердое состояние вещества. Итак, все твердые вещества делятся на аморфные и кристаллические. Аморфные тела – это те тела, в которых нет определенной температуры плавления. И частицы в этих телах не имеют строго упорядоченного положения. К ним относятся смола, стекло, пластилин, воск и пластмассы. Вещества кристаллического строения имеют определенную температуру плавления, правильное расположение частиц, из которых они построены, атомов, ионов и молекул. В качестве примеров можно привести хлорид натрия, графит и металлы. Аморфные вещества, еще раз, не имеют четкой температуры плавления. При нагревании размягчаются и переходят в текучее состояние. Кристаллические вещества делятся на ионные, молекулярные, атомные и металлические. Все зависит от того, какие частицы находятся в узлах кристаллической решетки. Вам очень может помочь знание периодической таблицы. Обратите внимание, если металлы находятся в правой части, в левой части, извините, то чаще всего эти вещества, простые вещества между собой образуют металлическую связь и, соответственно, металлическую кристаллическую решетку. Простые вещества средней части элементов образуют атомную кристаллическую решетку. И не металлы, они находятся в правой части периодической таблицы. Образуется молекулярная кристаллическая решетка. Ионные кристаллические решетки образуются только в сложных веществах. Вы помните, что ионная связь образуется только между атомами металлов и не металлов. И вот так выглядит кристаллическая решетка хлорида натрия. Обратите внимание, очень четкое расположение. Положительный ион всегда связан только с отрицательным. Отрицательный, в свою очередь, связан только с положительными. Хлорид натрия – это вещество с ионной связью. Такие соединения представляют собой твердые, прочные, но обладающие хрупкостью нелетучие соединения с высокой температурой плавления. Все соли имеют температуру плавления тысячи и больше градусов. При таких условиях кристаллы таких металлов электрического тока не проводят. То есть сухая соль электрический ток не проводит. А вот растворы и расплавы большинства ионных соединений – прекрасные электролиты. Атомные кристаллические решетки – это такие решетки, в узлах которых находятся отдельные атомы. Алмаз – один из самых прекрасных представителей этого вида. Ну, вы видите корону Британской империи и корону Российской империи, украшенный отшлифованными алмазами. Вещества с атомной кристаллической решеткой. К ним относятся песок, кварц, горный хрусталь. Напоминаю, что все эти вещества имеют формулу силициум-О2 – это оксид кремния. Молекулярные кристаллические решетки – это те, в узлах которых находятся целые молекулы. Запоминайте, к ним относится кристаллическая сера, азот, молекула азота Н2, вода. Вещества с молекулярной кристаллической решеткой можно отнести к ним сахар, йод, белый фосфор, сухой лед, СО2, кислород. Металлические кристаллические решетки. В их решетках, в узлах этой решетки находятся атомы и ионы металлов. За счет того, что у атомов металлов на последнем электронном уровне небольшое количество электронов, и эти электроны достаточно свободно могут уходить со своих орбит. Я предлагаю вам проверить свои знания. Такого агрегатного состояния не бывает. Жидкая, вязкая, твердая, газообразная. Я надеюсь, что вы правильно ответили – это вязкая. К аморфным веществам не относятся шоколад, воск, алмаз и пластилин. Мы только сейчас проговорили, что аморфным алмаз не является. У него очень четкая кристаллическая решетка. Какое количество различных типов кристаллических решеток существует? Еще раз вспоминаем – это атомная, молекулярная, ионная и металлическая. То есть всего четыре типа. Как называется кристаллическая решетка, в узлах которой находятся отдельные атомы? Я надеюсь, вы сами ответите на этот вопрос. Какую кристаллическую решетку имеет хлороводород – H-хлор? Я тоже надеюсь, что вы найдете ответ при подготовке домашнего задания. И я прошу вас составить схему образования ионной связи для соединения барий-хлор-2, так как мы делали это на уроке. Вещества с ионной кристаллической решеткой – калий-хлор, алюминий-хлор-3, барий-О, феррум-2-У-3, феррум-2СУ4 трижды, С2Н5ОН3, С6Н5ОН3. Вам необходимо выбрать только вещества с ионной кристаллической решеткой. Ну и в качестве подсказки я еще раз вам показываю, как образуется ионная связь между барием и хлором. То есть нижняя запись барий-0 плюс 2-хлор-0. Переход происходит двух электронов, образуется соединение барий-хлор-2. Самостоятельно дома вам необходимо составить схему образования ионной связи для нитрида кальция. Напоминаю, что нитрит кальция – это соединение кальция и азота. Кальций – двух валентин, азот – трех валентин. Точно так же необходимо составить схему образования алюминий-хлор-3, калий-2С. Ну и для тех, кого заинтересовала эта тема и он хочет еще раз проверить, найдите путь к вершине пирамиды. То есть вам нужно найти все соединения, в которых присутствует ионная химическая связь. И поиграйте в крестики-нолики. Выигрышный путь также составляет вещества с ионной связью. Напишите схемы образования связей в этих веществах. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание.